А насчёт вот еды в России, огурцы, помидоры, фрукты, как бы ты оценила между, скажем, Германией, Англией и вот Испанией? Вот это одна вещь, по которой я очень сильно скучаю и чувствую различия прям. Потому что мне в целом испанская еда, это моя самая любимая еда, и там прям замечаешь, что фрукты, овощи намного вкуснее. Здесь можно найти, типа, если в каком-то, не знаю, наверное, азбуке вкуса купить помидоры, тогда, наверное, да, они будут по качеству, как в Испании, но по цене нет. Если, когда я, например, покупаю там в Перекрёстке, тогда я прям чувствую, что это было похоже, когда я, у меня сестра в Америке тоже училась, в Майами, и там похоже было тоже на Россию, что как-то, не знаю, как-то чувствуется, что ненатурально, хотя я не понимаю, почему в России должно быть ненатурально, кажется, может, это более как бы в Москве, но у меня здесь, да, у меня есть проблема с найти нормальную, потому что я мясо, например, не ем, поэтому рыбу ем, но нормальную рыбу мне здесь как-то найти тяжело, и не знаю, потому что, например, в Сибири, да, овощи там супервкусные, там огурцы, помидоры, а здесь, не знаю, может, мне как-то не повезло, что в Москве не так. Я тебе скажу, что тебе просто не повезло. Во-первых, у нас на юге невероятно вкусные овощи и фрукты, невероятно вкусные. Конечно, я не знаю по сравнению с Испанией, какие они, но по сравнению с Америкой, я знаю, что наши намного вкуснее. А тут просто нужно ходить по другим точкам, не обязательно в Азбуку Вкуса или в Перекресток. Можно ходить на эти, сейчас из головы вылетело, хочу сказать, ярмарки, что ли. Вот, они везде разбросаны по, не в самом центре Москвы, но на окраинах Москвы. Вот, около метро тоже бывает, и там очень даже можно найти свежие, хорошие, вкусные и фрукты, и помидоры, и там огурцы, и все, что хочешь. И по разным ценам тоже. Просто нужно, тут мы тоже, когда переехали, мы неправильно закупались, и нам дорого выходило, и не совсем вкусно. Но потом, когда мы уже прижились, мы начали понимать, где можно покупать, где нужно, вот, и более-менее уже знаем, как нормально и правильно можно тут кушать. Ну, кстати, в Лондоне, так же, как в Москве, там тоже мне было тяжело найти именно хорошие фрукты и овощи, но там было намного больше выбора для вегетарианцев и веганцев, и прям целые отделы. И в Испании тоже, вот это тоже, в Москве еще с этим нету прям отделов, где прям вот для вегетарианцев, вот для вегетарианцев из такая ходишь. Поэтому вот этого тоже жду. Ну, придет. Мы мясо любим. Да, я знаю. Если что, а смотри, если видишь какую-то в рынке какую-то определенную дыру, это как раз даже очень хороший шанс для своего определенного бизнеса тоже. Некоторые же люди любят говорить, что мы в России ничего не производим, хотя это полная ложь. Но если они думают, что мы ничего не производим, тогда это очень хороший шанс, чтобы открыть свое предприятие, маленький бизнес и помочь России что-то производить. Но для этого нужно слезть с дивана. То, что они делать не хотят. Да, это точно. Есть такие люди. Расскажи тогда, пожалуйста, мне вот интересно, какие вещи тебя, вот ты переехала, какие плюсы ты видишь в России, про которые ты обычно говоришь в своем ТикТоке? Вот что тебя там шокировало, что тебя обрадовало? В целом, самая главная вещь, которая мне обрадовала, и что мне нравится в России, это что если что-то ломается, ты сразу можешь кому-то позвонить, они сразу в тот же день или на следующий день придут и починят эту вещь. И это просто для меня просто шок, потому что, живя в Испании, даже в Англии, и даже в какой-то степени в Германии, ты просто кому-то что-то ломается, ты звонишь, они тебе через три недели отвечают и потом через три месяца приезжают, потом там целый день копаются, говорят, да, эта вещь у вас сломана, ты такой, ну спасибо, я тебе из-за этого и позвонила, выписывают тебе счет на, не знаю, пять тысяч рублей и уезжают. А здесь такого нету, здесь реально как только что-то сломалось, тебе починят за нормальную цену. Потом тоже самое главное, что я заметила, это вещь, которая... свобода, скажу так. И всегда, когда я это говорю, у меня очень много комментариев в ТикТоке, типа, как, свобода, у нас нету, свобода, свобода, но в целом, в России ты можешь сделать намного больше, чем во всех европейских странах, я бы сказала. В Европе, если ты пойдешь немножко не в ту сторону, немножко налево, тебе сразу, вот тебе штраф. Если ты... У тебя какое-то другое мнение, например, про вот эту... про феминизм, да? Если в школе я бы сказала, что вот я не феминистка, сразу бы мне оценку понизили, все бы перестали со мной дружить. Кстати, такая ситуация даже была. И, например, если посмотреть на страны, как Швеция, где, если ты скажешь, что только два пола, тебя могут почти в тюрьму не посадить. Поэтому вот эта вот свобода слова, мне кажется, в России намного больше существует, чем в европейских странах. Во всех странах есть что-то, про что, например, нельзя разговаривать. Ну, мне кажется, в России это вещь одна, а в Европе их там 100 миллионов, а в Америке еще больше. В целом, вот где запарковать машину, все вот это вот. И люди тоже, мне кажется, они намного добрее. И мне постоянно говорят, типа, в России же все, типа, хамят, то все, но я как-то вообще не заметила. К мне все очень хорошо относятся. И часто намного лучше, чем точно в Германии, потому что в Германии они прям ужасно. Лучше, чем в Испании тоже. И чем в Англии тоже. Вот. Расскажи вот про ту историю. Ты насчет феминизма, и, по-моему, ты сказала, что с тобой никто не разговаривал из-за этого. Да, но это не было насчет феминизма, но это когда я была в 10 классе, я училась последние 4 года в американской интернациональной школе, очень либеральная школа. И я с моей лучшей подружкой, про которую я до этого говорила, мы немножко по-другому мыслили, чем все другие. У нас была компания девочек, 10 девочек, мы были как бы хорошие подружки, и как раз были выборы в Америке между Трампом и Хиллари. И мы с ней сказали, единственное, что сказали, что мы не будем, мы бы не стали за неё голосовать только за того, что она женщина. Потому что я прям помню, помню, нам в уроке английского показали её видео, кампейн-видео, которое она сделала, где она сказала, что типа из-за того, что я женщина, вы должны за меня голосовать. А мы как бы включили логику, и я не думаю, что надо за кого-то голосовать из-за их пола. Я буду голосовать за кого-то из-за того, что у них хорошие какие-то мысли, и они хотят хорошо драстаны сделать. И мы сказали, что да, мы как бы её не очень любим. И они перестали с нами общаться где-то пару месяцев. И вот так вот, так очень часто, если ты мыслишь не так, как они тебе говорят, не так, как большинство, тогда тебе будет очень тяжело. Если даже сейчас на Америку посмотреть, потому что мне очень нравится политика Америки почему-то, если ты скажешь на работе, что, например, ты из-за Трампа, тебя могут уволить. Сказать, что ты Россия, сказать, что всё, и твоя карьера закончится. Поэтому вот так вот. Ну, ты интересное видео выпустила, где ты говорила, что когда Трамп говорил, что стену можно построить, да, и это хорошо, то это было плохо. Медиа это так освещала. А сейчас Байден сказал, что нужно построить, или стена это там хорошо, как-то я уже не помню. То медиа сразу сказала, оп, а это оказывается хорошо. То же самое стена, но другой президент. Да, да. Там прям очень видно, что одной стороне медиа, поэтому вот. А в России как-то, конечно, есть тоже свои темы, которые нельзя, наверное, обсуждать. Например? Ну, наверное, нельзя открыто, то, что недавно выпустил, нельзя открыто написать в соцсетях, то, что ты там против Путина, например. Это, по крайней мере, то, что я слышала. Но все равно все постоянно говорят, что они против Путина, поэтому не знаю, где вы это взяли. Нет, есть некоторые законы, по-английски есть, ну, этот закон называется blasphemy laws. Они существуют в других странах, и в Канаде тоже, только недавно, по-моему, отменили это. Это когда нельзя высказаться против церкви. Ну, как-то плохо про нее что-то сказать. И вроде бы только посадили в России одного человека, наказали одного, или двоих, по-моему, я не помню. Но такие законы и в других тоже странах существуют. Ну, да, 100%. Да. Вот. Я не могу сказать, что я согласен, не согласен. Это совсем другая тема. Но такие законы тоже существуют. Насчет против Путина, ну, это вообще смешно, особенно, когда по центральным каналам и на разных сайтах и в блогах везде постоянно его критикуют и причем иногда даже просто обзывают. Даже критики никакой нету. Просто обзывают. И ничего с этими людьми не происходит. Я вот иногда не понимаю, почему некоторые наши люди не подают на них в суд, чтобы судиться за правду. Потому что, наверное, только так можно этого добиться. Но ведь, опять же, люди, которые на центральных каналах говорят, что у нас нету свободы слова, и потом грязью поливают. Да, это очень странно. Но я бы не стала типа судить, потому что тогда мы убираем эту свободу слова. Поэтому вот, хорошо. Можете говорить, что хотите, но вы доказываете тем, что есть свобода. Я это именно имел в виду, что если уж говоришь, должны быть какие-то доказательства. Ну да. Потому что до поры до времени это к чему приведет? Нам нужно будет по паспорту подключаться к интернету. Чтобы потом, когда мы писали комментарии, чтобы все могли знать, кто эти комментарии написал. Это вот эти люди нас доведут до этого. От своей грязи. Это будет ужасно. Я не хочу, чтобы это случилось. Но я думаю, что в будущем во всех странах наверняка, ну не во всех, я обобщаю, в некоторых странах наверняка будут такие законы. Потому что кто-то придет и скажет, все, хватит. Это пропаганда надоела. Ладно, мы переходим на вообще совсем другой разговор. Что тебя подвинуло на переезд в Россию? Это тяжелый вопрос, потому что это не была просто одна вещь, которую я вот так раз, о, хочу в Россию. В целом, когда мы жили в Испании, нам, мне, сестре особенно, а родителям тоже очень не нравилось там жить. И сестра, наверное, была первая, которая прям хотела в Россию. Смешно, потому что я сейчас в России, она нет. И мы как бы очень долго думали, может переехать, может нет. Но все-таки потом я решила учиться в Англии, в Лондоне. И Лондон мне очень нравится как город. Но именно когда начался этот карантин, у меня было очень много времени подумать. И все-таки я решила, что надо получить высшее образование, потому что в Лондоне я только на Актрису, это было два года, это не считается как высшее образование. Я думала, куда поступить. У меня было или Лондон, или Москва. Я знала, что в Москве первое мне будет более комфортно жить, потому что я как бы поняла, что мне с русскими людьми намного интереснее, потому что когда я жила в Лондоне, я тоже дружила почти только с русскими. Я вот прям долго-долго думала, я подала и в Лондон, я подала и в Москву, и меня взяли в университете в Лондоне и в Москве, и я такая сидела, думала, куда-куда. но в итоге я поняла, подумала про свое будущее и решила, что хочу как бы жить в России, наверное, или хотя бы жить наполовину в России, наполовину где-то еще, потому что все-таки тепло, мне нужно тепло, например, зимой летать куда-то. И поэтому, да, я решила в итоге выбрать Москву из-за комфорта, из-за того тоже, что я даже тоже сказала, что мне кажется, мне для своей карьеры я хочу работать где-то в медиапространстве, что-то такое, а я здесь как бы интереснее, чем там, поэтому вот переехала и я думаю, я сделала правильное решение, потому что мне здесь очень нравится и Москва ничем не хуже, чем Лондон, а Москва намного лучше, чем Барселона, намного лучше, чем Берлин, чем Штутгарт, поэтому... А конкретно по каким пунктам? Я конкретику люблю. Вот, первое, что в Москве есть только несколько мест, куда можно сходить, просто каждый раз, когда я встречаюсь с какой-то подружкой, она мне говорит, давай пойдем сюда, она вперед какое-то место, которое я просто в шоке, например, Депо в Москве, я просто вот, я человек, который жил 19 лет в Европе, я хожу по Москве, я такая, вау, у них все так классно, у них все так чисто, у них есть только технологии крутой, всякие выставки, всякие рестораны, бары, клубы, всякие мероприятия постоянно, фудкорты, короче, здесь есть все, в Барселоне просто ты сидишь, куда пойти, в этот музей, в котором я была уже сто миллион раз, или в этот ресторан, где мне попадется волос, не знаю, два варианта, в Лондоне, конечно, тоже есть, куда, но в Москве, не знаю, все как-то более, более в будущем, не знаю, более, как я уже сказала, продвинуто, да, продвинуто, вот, поэтому, у нас правда, очень много мероприятий, особенно летом, и, конечно, до ковида, в выходные можно было просто, ну, там выбора было в море, куча разных мероприятий, и на плов фест можно было сходить, и там гамбургер фест, и, ну, да, да, я просто люблю покушать, я люблю, как бы, и из-за этого, я знаю, что такие фесты существуют, и выставка сыра тоже была, очень много, у нас 23, по-моему, парка, если не больше, у нас куча музеев, там, библиотек, рестораны, разные квесты, маленькие бизнеса, предприятия, сервис, кстати, а сервис ты можешь сравнить, потому что люди говорят, что у нас сервис отвратительный, и по определению в Европе он на самом высшем уровне. Я вообще это не понимаю, здесь сервис очень быстрый, ты приходишь, например, в ресторан, и сразу к тебе подбегают, заходишь в магазин, и сразу к тебе подбегают, он намного быстрее, ну, мне, кстати, не нравится, бывают сильно быстрые, что, типа, ты еще только сел, а тебя уже спрашивают, что ты хочешь заказать, или заходишь в магазин, хочешь просто походить, а к тебе уже, как я могу вам помочь, но это лучше, чем, как, например, в Испании, где ты заходишь в магазин, хочешь найти продавца, чтобы они тебе помогли что-то купить, они, их нигде нету, а потом, когда их находишь, ты им еще одолжение делаешь, типа, вот мои деньги, они такие, ой, ну ладно, ну возьму я твои деньги, если ты уж так хочешь, а в России, наоборот, они прям, мне кажется, очень добрые, прям хотят тебе помочь, но, но то, что мне не нравится в ресторанах, например, это что они не знают, как подавать еду, очень часто, почти всегда, когда, например, я сижу с кем-то, и закажу, они заказывают первое, второе, например, только второе, они приносят все одновременно, и тогда в итоге ты сидишь один, без еды, как бы тот еще ест, короче, вот так вот, но в целом лучше здесь, намного лучше, в Испании очень медленно. Ты можешь это сказать просто. Я ему уже говорю, да, я ему уже говорю, но вначале я надо было привыкнуть к этому, поэтому, да, в Испании вообще сервис ужасный, даже было больше, чем один раз, где мы просто вставали и выходили, потому что нам не хотели счет переносить, мы спрашивали, спрашивали, и ждали, и ждали, в итоге, ну сколько уже можно ждать, и обычно, когда ты встаешь и выходишь, они уже, конечно, подбегают, но был один раз, что мы с подружкой сидели, ждали счет, ждали счет, ждали счет, в итоге переместились на бар, и в итоге нам сказали, что все, ресторан закрылся, уходите домой, мы такие, ладно, ушли, не заплатили, мы их спрашивали счет, просили счет четыре раза, что нам еще делать. Я в этом смысле наоборот люблю, когда мне все приносят одновременно, но я такой обжора, и могу есть постоянно, пока у меня это, пока живот не заболит, это, кстати, очень плохо. Я тоже, на самом деле. Тогда вот такой к тебе вопрос. Как ты относишься к фразе «только у нас в России»? На самом деле, я эту фразу как бы не сильно слышала, поэтому я к ней отношусь нейтрально, что это именно? Я имею в виду, что в комментариях, вот скажем, когда ты напишешь что-то, или не в комментариях, а когда ты сделаешь какое-то позитивное видео про Россию, кто-то, например, скажет что-то отрицательное и скажет, например, «только у нас в России вот это плохо». Увидит, что кто-то занял место для инвалидов, скажет, «вот только у нас в России занимают места для инвалидов», хотя это совсем неправда. Я имею в виду вот в этом смысле. Я ее в комментариях часто читаю и часто слышу, что только у нас в России все плохо и только на Западе все хорошо. Мне кажется, если человек использует эту фразу, сразу можно понять, что этот человек точно не жил за границей и, может быть, даже никогда там не было, если было тогда в отпуске, потому что туризм с эмиграцией не надо путать. нет такого «только у нас в России». Сто процентов все эти вещи случаются на Западе. Только почему-то, я не знаю, почему такая мода в России, что если что-то случается плохое в России, то это сразу «о, в целом в России плохо». А если то же самое случится в той же Испании, то люди скажут «вот этот человек плохой». Не Испания плохая, а тот человек, который это сделал. А почему-то в России такого понятия нету и ну, не надо как бы это принимать близко к сердцу или вообще верить людям, которые такое пишут, потому что, как я уже сказала, они путают туризм с эмиграцией и они никогда не жили за границей. Ну, это, грубо говоря, коллективное мышление. Вот, скажем, в Америке люди всегда говорят, ну, по крайней мере, когда я там, сейчас у них чуть-чуть это меняется в некоторую, в другую сторону. Но люди там, если они как-то где-то что-то неправильно сделали, обычно они говорили, что это их вина, это они, правильно, они ответственны за это, они за свою жизнь отвечают, за свою удачу или неудачу. А у нас более коллективное мнение. Если что-то хорошее, это мы. Если что-то плохое, к сожалению, тоже мы. Хотя это неправда. Я вот уже несколько раз говорил, если люди будут перекидывать ответственность со своей жизни свой выбор на все общество, то тогда они из этого никогда не выберутся. Из этого состояния. Если человек алкоголик, и он будет говорить, смотрите, как мы живем, мы тут все алкоголики, ну, хорошо. Но я-то не алкоголик. Наверное, тоже не алкоголик. Вот. Я тоже знаю многих людей, которые не алкоголики. Почему мы обязательно? Это понятно. Да. Я как бы, я понимаю, что везде есть свои плюсы и минусы. Конечно, в России тоже есть минусы и много. Но мне кажется, если ты видишь эти минусы, надо, наоборот, типа, хотеть остаться и сделать эти минусы, превратить их в плюсы. И как бы сделать свою страну лучше, а не, наоборот, постоянно говорить плохо про нее. Особенно, когда это каким-то иностранцам говорить. Не знаю, почему тоже была какая-то мода в Европе, что, типа, если ты русский, это круто, если ты там плохо про Россию говоришь. Что крутого в этом? Зачем? Зачем? Расскажи, есть какие-нибудь конкретные моменты, которые ты помнишь вот насчет именно этой моды? Ну, вот эта девушка, про которую я рассказывала, с которой я перестала общаться, она вот именно думала, что если она будет плохо говорить про Россию, тогда ее каталонцы, испанские, друзья ее тогда примет. Но это, когда ты как бы отказываешься от того, что ты есть на самом деле, и это неправильно. Сто процентов с тобой согласен. Теперь мы переходим на одну из моих любимых частей любого разговора. Это, ну, по-английски называется open floor или говори, что хочешь, на любую тему. Пожалуйста. Да, хочу еще сказать, что в целом про русскую молодежь, они намного больше читают и увлекаются искусством, чем вся европейская молодежь взята вместе. Но одну вещь, которую я тоже заметила в России, что здесь, например, вот этот вот стандарт красоты, он, как в Европе, был там в 2002 году, и вот это вот мне не нравится, но про вот всю эту вот литературу, искусство, это очень классно. Я бываю себя чувствую тупой, когда я сюда приезжаю, хотя вот я разговариваю на четырех языках, я закончила, типа, самую тяжелую программу в мире, школьную, и все равно я не знаю столько, как русская молодежь, которая может быть просто закончила какую-то обычную школу. Вот. Ну, ты не одна, я тоже так себя чувствую. Иногда это происходит из-за того, что я не могу так красиво, элегантно высказаться, как я могу на английском, скажем так. Так что это вполне нормально, но я тоже, вот, у меня с русскими и русскоговорящими людьми, или русскоязычными, у меня всегда были более душевные, глубокие разговоры, чем они у меня были с американцами или с канадцами, потому что там мышление отличается очень сильно, и даже культура сидеть вокруг стола и до четырех утра выпивать и разговаривать про глубокие темы. Ты когда-нибудь ощущала вот такое различие между местными и вот русскими или там русскоязычными? Да, да, сто процентов то, что ты сказала про то, что разговоры были какие-то глубокие, это я сто процентов заметила. И сначала я даже не поняла, но я такая, что какое-то есть различие между моими друзьями тут и моими друзьями, которые у меня были там в той же Испании или в Англии. И это даже не знаю именно какие разговоры, но просто все разговоры проводятся в какую-то более глубокую сферу и в итоге становится более интересно и ты прям немножко напоминает вот эти вот типа светский стол, не знаю, светский разговор и такое вот все и прям заметно. Ты же сейчас учишься, правильно? Да, я сейчас на первом курсе учусь на медиакоммуникации, высшей школы экономики. Пока что мне нравится, но мне немножко дается тяжело, потому что мне сказали, когда я поступала в университет, кстати, интересная история, я была между вышкой и МГУ и выбрала вышку, потому что мне сказали, что половина будет на английском, и я такая, ура, ей. Нет, все на русском, и, конечно, мне дается тяжело. Скоро сессия, и я такая, блин, не только мне надо все это учить, мне надо еще перевести на английский, чтобы понять, что это обозначает, какие-то экономические, например, слова, а потом еще раз перевести на русский, чтобы уже ответить. Поэтому так вот, в целом, в целом, мне нравится пока что. Сложно, но ничего, сможешь. Да. Хорошо, тогда какие у тебя планы на будущее, скажем, вот ты закончил университет, кем ты себя видишь в России, есть какие-нибудь планы на ближайшие пять-десять лет? В целом, я как бы хочу работать, наверное, где-то на телевидении, потому что все-таки, ну, как бы я училась на актрисе, но я как бы поняла, что хочу более, не знаю, как бы и актерское, но тоже медийское, как бы связать вместе, и тоже бы хотела дальше как бы развлекать свой ТикТок, свой подкаст, и, наверное, через там, после окончания университета, может быть, раньше, кто знает, было бы круто иметь какую-то свою собственную программу, и там тоже так же что-то рассказывать, может быть, про ту же самую тему, или, ну, не только про эту тему, тоже, может, интервью еще, ну, в целом еще не знаю, но знаю, что где-то что-то на телевидении, что-то с медиа, что-то вот так вот, медийное личное, что-то такое, было бы интересно. Ну, как и, по крайней мере, в Канаде и в Америке, в России то же самое, чтобы пробиться, чтобы добиться каких-то высот, нужно за это бороться, никто тебе не даст, просто, о, ты новенькая, привет, вот, пожалуйста, мою позицию, я ухожу, как бы забирай все то, что я там на работу, то есть, как бы в Канаде и в Америке то же самое, за свое нужно всегда сражаться, будь это бизнес, или какая-то позиция, или еще что-то, так что ожидай, как и везде, будет нелегко, но, ты знаешь, четыре языка, это великолепно, вот, и у тебя есть чего рассказать, у тебя есть очень интересный опыт, наверняка кому-то 100% понравится. Пеатрис, спасибо большое, спасибо тебе, что, что вышла в эфир, рассказала свою историю, и рассказала некоторые аспекты о жизни за границей, жизни в России, желая тебе всего самого лучшего и закончить учебу, понимаю, это очень сложно, но закончить ее на пятерке, хотя бы на четверке, вот, и потом уже добиться своих целей и как-то стать какой-то медийной личностью, спасибо тебе огромное, подписчики, не подписчики, зрители, ставьте пальцы вверх, ставьте пальцы вниз, пишите комментарии, попробуем их почитать, оставайтесь на канале, спасибо вам огромное, до свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok